следующая тема это гравитационная сила для гравитации был получен закон ньютона верен закон нет на что f равно же м1 м2 делить на r квадрате и что это закономерность что сила тяготения или сила взаимодействия двух массивных объектов массами м1 м2 обратно пропорционально квадрату расстояние между этими объектами ну и же это не некая фундаментальная постоянная которая является собственно каким-то справочным значением уже 67 на 10 минус одиннадцатой степени ньютон на метр в квадрате делить на килограмм в квадрате в этих выражениях в этом выражении присутствует м это масса тела масса м1 и здесь масса м2 масса в данном случае носит название которым масса который входит в этот закон но есть название гравитационной массы но мы с массой уже много раз встречались но встречались немножко другом законе f равном массе на ускорение масса которая входит вот в этот закон но есть название инертной массы это м инертная здесь м гравитационно ну вообще говоря формально эти массы которые входят вот эти вот величины которые входят вот в этот закон и вот этот закон совпадать не обязаны однако в многочисленных опытах которые проводились было показано что величина масса инертной и величина масса гравитационной строго пропорциональны друг другу причем выбором системы единиц выбором системы единиц ну или в частности вот этого вот коэффициента эти массы могут сделаны быть в точности равными друг другу то есть м инертной и м м гравитационная это одно и то же тождественно равно м гравитационной почему это так почему это так задача физиков и теоретиков и на этих вот на этом в общем-то была построена вся теория относительности энштейна общая теория относительность для олимпиадных задач эта информация является некой базовый это как рассматривается как постулат и для олимпиадного исследования но для того чтобы заинтересовать школьников можно немножко им рассказать про инертной массы гравитационную массу и про далеко далеко идущие следствия в которых гравитация может быть представлена как нечто эквивалентное движению в не инерциальной системе отчет мы сейчас будем основываться вот на этом законе растейшим законе гравитации закон был открыт достаточно давно но несколько столетий назад но реально гравитация до сих пор еще теоретически полностью не описан хотя описание на этом уровне может быть даст дано достаточно строго и этим еще займемся и так у нас есть две масс если мы на у нас имеется какая-то планета массы м то на этой плане на поверхности этой планеты находится тело массы м маленькая то сила взаимодействия между двумя точечными объектами ну или между двумя сферическими объектами f будет равно же делиться на р квадрате данном случае первое тело и второе тело а это расстояние между ними соответственно вот этот коэффициент можно написать что это же на м и и же это ускорение свободного падения по смыслу имеет имеет смысл напряженности гравитационного поля уже это напряженность гравитационного поля ну по ходу дела значит же равно же большое m делить на r в квадрате используя в такой вот простейший закон дай хотел бы говорить про применимость этого закона из закон справедлив если у нас две массы точечные м1 и м2 или же две массы сферически симметрично распределены то есть расстояние r и две массы сферически симметрично распределены направление этой силы массы у нас в экспериментах всегда наблюдаются положительные а направление всех этих сил всегда направлена в сторону притяжения то есть если у нас есть гравитационная сила то она направлена по линии соединяющей эти две массы учет направление дает нам такую вот векторную запись и в тяготение равно же м1 м2 делить на r в кубе на r вектор и со знаком минус то есть силы тяготения противоположно радиус вектор направленного из одного тела по направлению другого противоположно но r делить на r в кубе это единичный вектор направленный вот сюда ну вот из такого простейшего рассмотрения простекает несколько задачек в частности задачки на движение по окружности вокруг достаточно тяжелого тела предположим у нас есть тело массы м на расстоянии r летает спутник ну и мы можем написать простейшее соотношение что f равно же м м делить на r в квадрате а с другой стороны если спутник летает по круговой орбите то это будет м в квадрате делить на радиус сокращаем r сокращаем масса получим что в равно корень из же м большое делить на радиус эта скорость движение тела по орбите ну или если орбита близка к поверхности земли то здесь будет радиус r большое и это будет первая космическая скорость в первое корень из же м большое делить на в данном случае у нас присутствует масса планеты целиком давайте посмотрим что будет если у нас тело находится не снаружи не снаружи планеты а внутри